Константин Шахматов Не удивляйся, пожалуйста, это заказ на изготовление каменного надгробия, и пусть его поставят не в Москве и даже не в Петербурге, а на тихом семейном кладбище какого-то там уезда Тамбовской губернии. Но для меня подобные обстоятельства нисколько не омрачают значимости события, а даже наоборот, сие хорошо, ведь нужно быть реалистом. Вряд ли моя первая большая работа будет лишена недостатков как в художественном, так и в техническом исполнении. Тем легче будет заиметь снисхождение у неискушенной в нюансах и непритязательной публики из глубинки. Итак, по желанию состоятельного заказчика памятник должен представлять из себя мраморную статую его безвременно почившей супруги в настоящий человеческий рост, полного анатомического объема и точным портретным сходством. «Предвижу твои усмешки и опасения, ведь даже во времена моего обучения в Академии художеств ты часто смеялся над тем, что мне редко удавались портреты». Смею заверить, времени с ее окончания прошло достаточно много, что-то около десяти лет, и за прошедшие годы я смог наверстать упущенное. Поверь, вдали от отчего дома мне пришлось усердно трудиться. Я брался за любую работу, чтобы добыть пропитание и платить за крышу над головой. Взять в фотосалон господина Пеньковского на Причистенке, в котором я денная ночь накорпел над ненавистанной мне ретушью. «Можешь поверить, что за два поистине каторжных года я научился мастерски обращаться с размытыми лицами, об истинных чертах, которых можно только догадываться. Теперь мой конек — рисование единожды виденных физиономий с завязанными глазами. При нашей встрече я покажу тебе. Ты убедишься». Да, так получилось, что я увлекся скульптурой, потерпев разочарование в живописи. К несчастью, я водил недолгую дружбу с Малевичем, а потому мои увлечения супрематистами изрядно подпортили карьеру серьезного академического художника. Помнишь мою первую и последнюю выставку в московском салоне? Я надеялся, строил грандиозные планы. А что по итогу? Более блистательного позора я не испытывал. Еще и денег остался всем должен. В первопрестольной я случайно встретился с маэстро Коровиным, с которым был знаком еще с Питера. Он собирался на воды и просил приглядеть за своей мастерской камнерезов. Там оставались работать несколько резчиков. Заканчивали два или три не очень крупных заказа. Я согласился, и потерять мне было попросту нечего. Поначалу я ходил руки в брюки, незаметно втянулся в работу. Когда вокруг тебя все что-то делают, трудно не взять скрапель с бучердою и не присоединиться к процессу коллективного творчества. Ничего сложного для себя в обращении с молотком я не увидел. Мои руки привычны к разнообразной работе. Через шесть месяцев, когда Коровин вернулся из отпуска, он встретил в моем лице готового камнереза и скульптор. После полутора лет работы в его мастерской и от его имени я уже мог спокойно открывать свое дело. Правда, пришлось дать клятвенное обещание маэстро не составлять ему конкуренции. Для этого мне пришлось покинуть его и перебраться в коломну. Но возвращаюсь к сути вопроса. Заказчик, господин по фамилии Иванов, в солидном возрасте, при деньгах, имеет две обувные фабрики в Курске. Сам же родом из Тамбовской губернии. Супруга-покойница, по ряду причин не имевшая сколько-нибудь примечательных родственников, была похоронена им на собственном фамильном кладбище уж более года. В свое время она очень терзалась тем фактом, что не смогла зачать и выносить для супруга наследника. По этой причине заказчик настойчиво пожелал придать ее образу состояние благостного и как можно более полного умиротворения. Ведь с его собственных слов она так страдала при жизни. Насколько я знаю, камень уже куплен и привезен в родовое село Иваново. Там же впоследствии он и должен быть установлен в виде надгробья. И вот в течение самого ближайшего времени мне предстоит отправиться туда и как следует поработать. Частно признаться, я сильно переживаю. Не в том плане получится или нет, и потому что никогда не знаешь заранее, каким окажется результат. Но я надеюсь, он будет. Будет хорошим. А как же иначе? Ведь я его заслужил. Ты не находишь. И вообще каждый человек достоин того, что он впоследствии получает. Долгие годы я трудился в поте лица с одной только мыслью, что когда-нибудь довоздастся. Каждый день я просил у Создателя дать мне возможность сотворить не что-то сиюминутное, но что-то такое, что с легкостью переживет меня самого на долгие времена. Мрамор – самый подходящий для этого материал. Тихое фамильное кладбище – самое подходящее место. Теперь лишь бы сдюжить. Вот я и на месте, мой дорогой брат. Село так себе, видали и хуже, но есть просторный бревенчатый дом на окраине с недавно обустроенной мастерской и крытым навесом. В нем приходящая баба, из местных крестьянок, нанятая стряпухой. В тридцати шагах речка. Не очень быстрая, не очень глубокая. В полсотни саженей лес с кладбищем. Все это мне предоставил господин Иванов. Для удобства работы и вольготного проживания, согласно контракта, и даже чуть больше. Камень, уж не знаю, как они затащили его под навес, белого мрамора из Италии. Самый лучший для изготовления статуй. Уже покоится вертикальным образом на чурбаках. Более сажене в высоту и двух оршин в поперечнике. Я сразу бросился его обмерять, обследовать наличие каверн. Вроде бы не нашел, но кто его знает. На половине работы выскочит темная жила или того хуже трещина. Буду надеяться, что хваленая за границей не подведет. Ах, как же любит этот первый момент. Вот хожу вокруг глыбы и живо себе представляю, где пойдет ручка, где пройдет ножка, как склонить голову. Эскизы утверждены, но в любом случае будут малозаметные расхождения. Камень, как и успел убедиться на собственном опыте, материал живой, а иногда и капризный. В какой-то момент да продиктует свое настроение. Для первого дня работы отделался графитовой разметкой. Не удержался от такого соблазна испачкать грифелем ручки. Но еще похожу, полюбуюсь на него со всех ракурсов. Ведь торопиться не стоит. А вот чего стоит обязательно сделать в качестве заведенного ритуала, так это заранее окропить камень кровью. Да-да. В церковь сходить, конечно же, можно, но это дело личного выбора мастера. Старые мастера, у которых я набирался умений, так говорили. Камень — творение природы. И как любое творение, имеет характер. И упаси, Господи, душу. Можно пожертвовать курицей. В худшем случае напоить своей собственной. И тут уж как повезет. Можешь палец поранить в процессе работы, а можешь и глаза решиться. Много байок я слышал про так называемых мастеров, одноглазых и криворуких. А если без шуток, то работать нужно на трезвую голову. Объем работы очень большой. Для начала, чтобы ты представлял, нужно снять мясо. Лишний объем, обтесав каменную болванку до состояния, приближенно напоминающего окончательную фигуру. Для этого я даже прихватил с собой из Москвы второй комплект рабочего инструмента. Хотя сам набор и невелик, несколько разномастных зубил и молоток с укороченной ручкой, но с их помощью работа пойдет гораздо быстрее. А еще придется время от времени убирать из-под ног каменную породу, которой накопится очень прилично при скалывании. На этом, пожалуй, закончу. С кухни доносится аромат пирогов. Поем и сразу же спать. Не терпится приступить к интересной работе. Как ни странно, но только в такие редкие мгновения понимаешь, что живешь настоящей, наполненной смыслом жизнью. И вряд ли я соглашусь ее на что-нибудь поменять, даже если предложат. Ты не поверишь, но мне понадобилось два месяца, чтобы стесать с камня все лишнее. Мои руки покрыты мозолями, но унывать не приходится. Далее предстоит самая ответственная работа, более тонкая, требующая особого отношения. Я почти сделал тело, теперь приступил к голове. Вот именно с головой-то приходится обращаться в крайней степени аккуратно, дабы случайно не обломать чего-либо. А происходит это примерно вот так. Смотрю на эскиз. Что там? Нос? Циркулем приношу на камень размер. С зубилом и молотком прохожусь по ним в черновую. Затем еще пару раз. Отхожу в сторону. В моем случае нужно слезть со стропил. Сравниваю на глаз. Лезу обратно. Делаю несколько новых проходов, держа в уме, где-то тут должна начаться щека или глаз. Процесс кропотливый, но, надо сказать, затягивающий. Время в работе летит незаметно. Но вот, кажется, начинает проявляться что-то знакомое. Из каменной массы постепенно появляется человеческий облик. Внутренне радуюсь, пусть маленькой, но победе. Хотя точно сказать не могу, кого я побеждаю в этот миг больше. Камень или себя. Я физически устаю. А лицо, кроме портретного сходства, должно быть красивым, умиротворенным, как я уже говорил. Второй день работаю над его выражением. Вроде бы получается. Хотя, главное, не переусердствовать. Как говорила мой учитель, лучше враг к хорошему. Закончу день тем, что схожу на реку. Так, знаешь ли, захотелось пройтись по песчаному пляжу, по кромке воды, закатав до колен брюки. Тем более, что местные нынче гуляют. Упала же как-никак. К ночи разожгут костры, потом побегут на реку. Тоже схожу. А может и выпью. Поглазею на местных девчат. Местные девки просто огонь. Кровь с молоком, что называется. Рослые, крепкие, как на подбор. С огромными сисками. Сразу видно, что в данной местности крестьяне живут хорошо и своих собственных девок, как и скотину, кормят от пуза. Особенно впечатлило, как они через костры прыгали. Сразу захотелось одну такую жопастую. А что? Дело молодое. Нехитрое. Взакадрил. Отвел в уголок. Жаль, что кроме бестолковейших поцелуев и беспорядочных обжиманий ничего не вышло. Ночь в середине лета недолгая. К тому же против обыкновения наутро разыгралась такая гроза, что я побоялся, как бы она ни ударила в мастерскую. Но работа превыше всего, брат. Пускал слюни, полапал свежей девчатиной. Да и ладно. В мастерской меня ожидала молодая, симпатичная женщина. Хотя нет. Те бабы, а эта – настоящая барыня. На фотографиях, с которых я делал необходимые зарисовки, покойная супруга заводчика Аделаида смотрелась настоящей, не побоюсь этого слова, дворянкой. Нет, античной богиней с классически правильным профилем. Выразительные глаза, прямой тонкий нос, в меру пухлые губы. А еще здоровые волнистые волосы, забранные в соответствующую прическу. Заказчик так пожелал, что я должен представить ее в платье силуэта ампир, завышенной талией, плечи которого слегка закрывали бы короткие рукава с буфами. Да, на месте супруга я бы многое отдал, чтобы вновь увидеть ее. Живой, естественно. Воплоти. Хотя нужно отдать ему должное. Что-то подобное Иванов уже сделал, заказал ее точную копию. Мрамор – материал долговечный, так что хозяина переживет это точно. И вот тебе сокровенное, брат. Чем дольше работаю над статуей, тем более к ней привязываюсь. Прости, Господи. Иной раз опустишь в изнеможении руки, дойдешь в сторонку на пару шагов, да и взглянешь на нее под определенным углом. Так, знаешь ли, залюбуешься. Ведь красиво все-таки получается. Конечно, я прекрасно осознаю, что соревноваться с создателем бесполезно. Но Господь Бог уже поработал над созданием камня. Теперь моя очередь вытесать из него прекрасное подобие человека. Хотя Микеланджело из меня некудышный, но гордость за собственное творение иногда допроскакивает. Конечно, это не скромно. Но что я могу с собой поделать? Я творю в одиночестве. И похвалить меня некому. Нет. Все-таки не удержусь от парочки откровений. Вряд ли кто-то другой, кроме тебя, прочтет эти строки, поэтому позволительно. Бывает такое, что глаза часто обманывают. Во-первых, солнечный свет в течение дня падает на статую под различным наклоном. Вот, кажется, идеально вывел бедро или руку. А через час, когда солнце ушло, и на них видны все неровности и следы от зубила. И нет более точного инструмента для определения онных, как собственные ладони. И вот тогда, не буду следиться за такую интимнейшую подробность, я принимаюсь гладить свою Адалину руками и залазить этими вот руками в самые потаенные щелочки. И здесь важно не пропустить ни одной. Никакой складочки, ни самой маленькой впадинки, ни великолепной окружности. Мои потрескавшиеся и избитые пальцы становятся чувствительнее любого наиточнейшего инструмента. И что я заметил? Холодный, безжизненный мрамор в ответ на прикасание моих натруженных рук становится немного теплее. Как будто я по чуть-чуть отдаю ему свое жизненное тепло, а он отвечает мне. Представляешь? Иногда даже кажется, что мы разговариваем. Кстати, насчет моих пальцев. Я успел дважды искромцать их до крови, когда молоток нет-нет досрывался с зубила. Символично, не правда ли? Тот факт, что мимо воли я напитал таки собственной кровушкой, мою прекраснейшую статую наводит на мысли. Далее, во-вторых. Мрамор, из которого я делаю статую, ярко-белого цвета. За целый день мои глаза так устают от него, что впору бы я слепнуть. К тому же на белом фоне бывают едва различимы все необходимые плоскости. Чтобы их видеть, в процессе работы мне приходится мазать статую сажей. К концу дня я выливаю на нимфу пару ведер воды, чтобы смыть накопившийся мусор. В этот момент платье статуи начинает как бы просвечивать и прилипать к обнаженному телу. Невообразимый эффект. Ты не поверишь, но я словно вижу под платьем живое беззащитное существо. Ну прямо до дрожи в коленках. Так мне хочется. Бывает ли мне стыдно за необузданное воображение? Конечно. Камень все стерпит. И вряд ли сие хорошо очеловечивает неживое. Но я постепенно влюбляюсь в собственное творение. Увы, с болью в сердце я ожидаю момента, когда нам придется расстаться. Согласись, что ничего более жестокого, чем расставание художника со своим лучшим творением, невозможно придумать. Тем более, что моей ненаглядной Аделью готова на место на кладбище. Не знаю, какими словами передать тебе, мой дорогой брат, то состояние, в которое повергли меня события последних нескольких дней. Не сочти забрит сумасшедшего, но я все же попробую. Я был так доволен первыми результатами, что нынешнее положение удручает до крайности. Теперь я растерян. Я помню прекрасно, как им оставило лицо мраморной статуи. Ведь я сам его делал. Его черты удались плавными и спокойными. Конечно, его предстояло еще немножечко доработать, но в общем и целом уже можно было определить интонации, знакомые по эскизу и фотографиям. Но то, что я увидел в то утро, ни единую складочку не походило на покойную супругу заказчика. Мраморный лик был искажен гримасою гнева. То не было образом покойно скончавшейся женщины, но скорее медузы-горгоны. Но как же такое случилось? Какой недоброжелатель смог пробраться в мою мастерскую и настолько обезобразить милое и аккуратное личико? В селе объявился еще один скульптор, движимый местью, вознамерившийся отомстить мне за проигранный тендер. Но откуда мог появиться в этой глуши? Этими вопросами я был одержим целый день, пока исправлял нанесенные неизвестным злодеем увечья. Думал, но никаким выводом не пришел. Оставил работу с пожеланием самому себе, что подобное недоразумение больше не повторится. Как ты можешь уже догадаться, дорогой брат, наутро меня ждало жестокое разочарование. Самым неведомым образом лицо статуи оказалось обезображено вновь и на сей раз выражением ужаса. Я бы даже сказал, смертельного ужаса. И опять весь день я пытался исправить его, а вечером показал статую, ты не поверишь, кухарке. Я остался один и во мнении любого постороннего человека просто нуждался. Конечно же, ничего путного она не сказала. Да что могла сказать простая недалекая женщина? Поразводила руками, поохала. Высказала, правда, одно, лишенное всякого смысла предположения. Обезображенный лик не дело рук человеческих. Ну а кого же, спросил я, ожидая такого же неправдоподобного объяснения. Барыни, ответила мне старуха, покойницы, значит. Я погнал глупую женщину прочь, сожалея, что показал ей все это. Не дай бог вернется в село, начнет распускать слухи. Единственное, на что я решился, не ходить в дом, но остаться в мастерской на ночь, не спать по возможности, посторожить незаконченную фигуру, а вдруг кого-нибудь допоймаю. Тем же утром меня разбудилась трепуха. Часов около десяти. Увы, вопреки собственным намерениям, всю ночь я проспал как убитый. Словно какая-то сила навалилась на меня сонной тяжестью, не желая раскрывать зловещую тайну. По растерянному виду старухи я понял, что произошло что-то ужасное. Хоть она и божилась, что не имеет к этому ни малейшего отношения, но свой праведный гнев я излил именно на нее, ибо она попалась мне под руку. А что же со статуей? Лицо статуи выражало непомерную скорбь. Честно признаться, в тот момент я опустил руки. Как бы ни старался, но силы зла никак не хотели, чтобы я закончил работу. В такой вот прострации я просидел до самого вечера. Вечером старуха принесла мне поесть, увидела мое состояние, пожалела. Русские бабы отходчивы. И вот что она сказала мне на сей раз. Оказывается, супруга заводчика Иванова Аделаида умерла не своей смертью, покой Господь ее душу. По крайней мере, таковы были слухи, упорно ходившие по селу. И погибла от рук деспотичного мужа. Голова семейства был человеком жестоким и, заподозрив в измене, избил супругу до полусмерти. В то время она вынашивала ребенка, которого опять же, согласно слухам, скорее всего, нагуляла. Обезумев от горя, барыня убежала ночью из дома и нашли ее только утром на кладбище. Мертвой. И что ты хочешь сказать? — поторопил я ее затянувшийся монолог. — А то, что покойница жаждет отмщения. И вот еще что. Пока этого не случится, ты не закончишь работу. Ее призрак, заключенный в статуе, не позволит этого сделать. Ну и как мне было понимать слова женщины? Каким образом в кустке обыкновенного камня оказался спрятанным дух? И кто его туда засадил? Неужели всему виной я в процессе работы, напоив его кровью? Я слышал, конечно, подобного рода побасенки, прожившие камни, но чтобы вот так и благодаря мне? Лестно, конечно. Но такого просто не могло быть. Я не суеверен по натуре своей и не слишком-то набожен. За всю свою жизнь мне ни разу не приходилось встречаться ни с демонами, ни с какими-то духами. Нет, ну не мог я так взять и поверить невежественной стрепухе. Однако противопоставить ее словам что-либо другое я попросту не могу. И что же мне делать? Как поступить в безвыходной ситуации? В любом случае, необходимо дождаться заказчика, показать ему статую, объяснить его присутствие, исправить лицо. Ведь и отказаться от окончания работы никак невозможно. Я истратил аванс, отправив при получении матери и маленьким сестрам. Через пару дней заказчик приехал. Увы, когда я показал ему статую, от его благосклонного отношения не осталось и следа. Это вполне следовало ожидать. Лицо покойницы выражало такую вселенскую скорбь и уныние, что радовать не могло. Он был в ярости, кричал на меня и топал ногами. Я же сгорался стыда, хотя моей вины в этом не было. Я попытался ему объяснить, но мои оправдания выглядели смешно и в крайней степени глупо. В конце концов, Иванов высказал мне свое полное разочарование. Но больше всего ему было жаль потраченных денег. Так он ушел, сказав мне, чтобы я убирался. Конечно, о выплате второй части аванса не могло быть и речи. Также он заикнулся о том, что испортит мою репутацию, рассказав всем о том, какая же на самом деле бездарность. Моим первым порывом, когда заказчик ушел, было собрать немногочисленные пожитки и рвануть на железнодорожную станцию. Я так и сделал. Скуря от обиды, я сунулся в кассы и тут же вспомнил, что купить билет у меня не было денег. Я поплелся обратно. Около четырех пополудней я пробрался в ограду. Кухарки, кажется, не было в доме. Наверное, тоже ушла. И моего позорного возвращения никто не заметил. Бросив вещи, я уселся на лавку и горько заплакал. Расписаться в профессиональной некомпетентности было смерти подобно. Но что стоят бесполезные слезы? Погрустив, я взялся за молоток. А что еще оставалось? Работа — лучший способ сглушить вредные и опасные мысли. Но вряд ли в тот самый момент я считал своим долгом закончить статую. Орудуя молотком и зубилом, я думал о голодном желудке, о неминучем позоре и своей одолении, с которой так бесславно расстанусь. Бог или дьявол, не знаю, кто жалился надо мной, за ходом солнца я так устал, что бросил проклятые инструменты. На этом все могло бы закончиться. Утром я бы нашел способ купить билет, продав единственное сокровище — серебряные часы и подарок Коровина. Приехал в Москву, осел у кого-нибудь из знакомых. Через какое-то время я бы обрел прежний вкус к жизни. Могло бы, но не случилось. Какой-то демон принялся Иванова в полуночную мастерскую. Может, хотел проверить, исполнил ли я его указание убираться к чертовой матери, а может, захотелось взглянуть на неудавшуюся, по его мнению, статую. Но вот он пришел и лучше бы не приходил. Он застал меня, можно сказать, в обнимку с прекраснейшей нереидой. Я плакался ей от обиды, о том, как несправедливо со мной обошлись и прогнали. А еще я признавался ей в чувствах, чего в здравом состоянии не сделал бы. Неподвижная статуя слушала молча, и мои горькие слезы капали на ее белоснежные покрывала. Не взглянув на супругу, Иванов полез на меня с кулаками. Все мои уговоры не возымели успеха. Я как мог отбивался, но наглый Буров, обуреваемый яростью, начал одерживать верх. Обросав за ограду все мои вещи, он пытался выбросить и меня. Не помню, в какой момент я взял в руки отложенный молоток. Мерзавец попятился, получив удар в голову. Его перекошенное от злобы лицо выражало беспредельную ярость и бесконечное удивление. Похоже, он так и не понял, что в самом деле случилось. Цепляясь окровавленными руками за белоснежное изваяние, Иванов начал медленно оседать на кучу породы. Как рыбу он открывал беспомощно рот, желая что-то сказать, но не успел. Я ударил еще раз, вовсе обмяк уткнувшись лицом в ноги каменной статуи. Что меня поразило, так это цвет его крови, льющаяся в два ручья из самой макушки. Она была черной. Она толчками истекала из мертвеца, но совсем скоро заканчивала свой путь, впитываясь в мраморные сандалии Аделаиды. Ты не поверишь, Илья, в тот самый момент лицо прекраснейшей Нереиды Светилось выражением торжества и безумного счастья. Помнится, я говорил тебе, дорогой брат, что каждый камень требует крови. И вот она, жертва. Недолго сидел я возле убитого. Без что я мог думать о слепленной случившемся. В голове вертелось одно. Я убил. И что теперь будет? Меня посадят в ферму, отправят в поселение, Я сгнил от чахотки где-нибудь за Уралом. Могилой мне будет жалкий холмик земли, Без имени, с полустершимся номером. Не плачь, услышала голос. Пока я раздумывал, откуда он доносился, И кому мог бы принадлежать, Какая-то сила подняла меня на ноги И заставила посмотреть на развернувшуюся трагедию по-иному. И если я хорошо спрячу тело, Его никто не найдет. Вот что. По крайней мере, в самое ближайшее время. Что же касается меня самого, В качестве подозреваемого, То статую я закончил вовремя И мог спокойно уехать домой Сразу же после окончания работы. Главное, чтобы никто не увидел, Куда я прячу покойника. Оглядев труп, Я попытался его приподнять. Тело оказалось слишком большим и тяжелым. Пришлось отрезать от Иванова руки и ноги. В таком состоянии Стало возможным погрузить его по частям в тачку И забросав сверху мраморной крошкой, Отвозить в лес. Очевидно, само провидение Или кто-то еще помогли мне при этом. Сделав две ходки до кладбища, Я не встретил ни одного человека. Кажется, время остановилось. Ни лая деревенских собак, Ни дуновения ветерка, Ни колыхания листьев. Я благополучно закидал куски мяса Под первое попавшееся надгробие И притоптал разворошенную землю. Бьюсь в заклад. Никто б не догадался Искать пропавшего здесь, На старом фамильном погосте. Совсем обессилев, Я на минуту прилег. Тут же на могильной плите, Под которой закопал негодяя. Странное дело, Но покончив с останками, Мне сделалось безразлично, Что будет дальше и будет ли. Веки налились с тяжестью, И я сцепил руки на животе, Но вряд ли я проспал долго. Мой сон был нарушен Чьим-то вкратчивым голосом. «Вставай!» Раздалось сверху. «О, Господи!» Подняв голову, я понял, Кто со мной разговаривал. Мраморное лицо нереиды Светилось в ней ярким розовым светом. «Вставай!» Повторила она. «У нас не так много времени». Я подскочил, как ужаленный. Безразличия и усталость Молниеносно исчезли. «Не спрашивай, как я попала сюда», Сказала Аделаида. «Раз я могу разговаривать с тобой, Значит, могу сделать и остальное. Но вначале я хочу тебя наградить. Дай мне руку». При этих словах статуя покачнулась И подняла левую ногу, Обутую в окровавленную сандалью. Кровь покойника все еще держалась на ней В перемешку с налипшей землею. И затем Аделина Подалась всем телом вперед. Только не это! В бесчетном порыве я спрыгнул с плиты И подставил плечо каменной диве. Увы, в тот момент я вовсе не думал, Что могу быть раздавленным собственной статуей. Полторы тонны камня вдавили меня В мягкий грунт по самой щеколотке. «Пойдем», — сказала она, Одарив лучезарной улыбкой. «Тут совсем рядом». И опять это странное ощущение, Что все вокруг меня, И пространство, и время остановилось. Мы шли к краю леса По уже протоптанной мною тропинке. «Возможно, ты уже слышал обо мне Всякие небо лица», — говорила Адель. «Но я расскажу тебе правду». «Что ж, расскажи». «Тогда слушай». От рождения я была сиротой, И все детство и юность Терпела лишения и обиды. Я надеялась, что В долгожданном замужестве Обрету не только любимого, Но и заступника. Увы, этого не случилось. В скором времени после свадьбы Муж показал свое истинное лицо. Он поднимал на меня руку, И полюбить его и не смогла. Как ни пыталась. Так прошло десять лет. В редкие минуты семейной идиллии Супруг заваливал меня драгоценностями, Замаливая вину, Но так было нечасто. Чаще всего он ревновал меня К каждому встречному. Собственно, по этой самой причине Перевез меня из губернского города В эту провинцию. Я смирилась. Муж часто уезжал по делам, И я была рада Его продолжительному отсутствию. Я гуляла в саду, Выходила свободно на речку, Где радовались и птичкам, И солнышку. И вот однажды Я повстречала его, Прогуливаясь совершенно одна Майским вечером. Выставив на треноге Мольберт, Молодой человек заканчивал окрестности. Остановившись в него за спиной, Я невольно залюбовалась Мастерски выполненной работой. Почувствовав это, Он обернулся ко мне И сразил на бовал, Истасковавшийся по истинным чувствам Сердечко. Как же он был красив! И приветлив, конечно! Он рассказывал о себе, А я делилась своими секретами. Так продолжалось все лето. Впервые за всю свою жизнь Я была счастлива. Небольшая разница в возрасте Не помешала нам узнать Друг друга получше. Но я не жалею И не считаю это изменой. Своей душой Я ни минуты не принадлежала Настоящему мужу. Потом я узнала, Что ношу под сердцем Новое существо. О большем подарке Я не мечтала. Очень жаль, Что все так трагично закончилось. В начале зимы Кто-то донес супругу О заезжем художнике, Которого в селе В тот момент уже не было. В припадке необузданной ярости Муж ворвался ко мне в комнату И принялся избивать. Он пинал меня, Обзывал плохими словами. Вся в крови Я еле вырвалась от него. Прежде я спасалась От разъяренного монстра В дальних комнатах, Но на сей раз Тиран был по-особенному Неудержим. Я бросилась в лес. В чем была? Босая, В разорванной мужем рубашке. По глубокому снегу Ноги сами перевели Меня на фамильное кладбище. Здесь я упала, Лишенная сил, И в скорости умерла. Должно быть, Господь Услышал мои молитвы. В тот момент Я жаждала смерти, Как избавления От несправедливых Страданий. По моему твердому Убеждению, Я их не заслужила. На этом рассказ О жившей статуе Закончился. А как же ребенок? Спросил я, Помедлив. Ребенок остался со мной. Ласково улыбнувшись, Идалаида Притронулась Правой рукой К животу. Муж так боялся позора, Что меня похоронили Без всякого вскрытия. Мы стояли возле Ничем не примечательной Елочки. Наверняка только Адель могла Отличить ее От сотни похожих. Кстати, Замшалые крестики Остались далеко За нашими спинами. Мы пришли. Забери драгоценности. Адалина Отпустила меня И показала Под елку. Вот это место Под деревом. Увидев мое Замешательство, Нирида добавила Что-то плохое Я все же предвидела И несколько лет Собирала шкатулку С наиболее стоящими Украшениями. Невозможно Предугадать Настроение человека, Который в любую минуту Может вспыхнуть От гнева И если не убить тебя, То выгнать Из дома на улицу. А шкатулку Я спрятала В тайнике. Ну же! Я пригнулся И полез разгребать Сухие иголки. Под нетолстым слоем Душистого гумуса Показалась Небольшая коробка. Я извлек ее И протянул спутницу. Аделаида Нахмурила брови. Мне она ни к чему. Ты достал ее Для себя. И что с нею делать? Чудак! Ты сможешь Продать украшения И вернуть Таким способом деньги. Ты заработал их И потом, И кровью. Нажми на эту кнопку. Я приложил палец К указанному ей бугорку, И крышка открылась. В самом деле Содержимое Ларчика Поразило мое уставшее От нервных переживаний Воображение. Не знаю, Сколько оно могло стоить, Но явно больше того, На что я рассчитывал. А пока Адель вытянула Из драгоценностей Тонкую золотую цепочку С маленьким крестиком И повесила мне на шею. А вот тебе от меня Скромный подарок. Носи его, Не снимая. Всякий раз, Когда перед сном Ты будешь касаться его, Я буду навещать тебя В твоих Несбывшихся грезах. Ха! Мой возглас Скорее выражал Озабоченность, Чему смешку. Конечно, Следовало догадаться О том, Что Аделина Прекрасно знала О моих Нездоровых Поползновениях В свою сторону. Тем более Меня озадачила Ее снисхождение И терпимость, С какими она В конечном итоге Отнеслась К моим Человеческим Слабостям. Вместо того, Чтобы поблагодарить Благодетельницу, Я спросил, Я должен для тебя Еще что-то сделать? Сущие пустяки, Улыбнулась она. Проводи в обратную сторону. Чем ближе к утру, Тем мне труднее Ходить без помощи Человек. Аделаида Повернулась В сторону кладбища. Теперь там Мое место. Надеюсь, Ты понял. Ее каменная рука Вновь легла На мое Без того Изнемогающее Плечо. И она Показалась мне Неимоверно Тяжелой. Пройдя Нескончаемые Ряды Полуразрушенных Холмиков И покосившихся Крестиков, Мы остановились Возле Массивной Чугунной Ограды. Та Поясывала Собою Довольно Обширный Участок Темного леса, Внутри Которого Тремя Ровными Линиями Торжественно Возвышались Черные Гранитные Обелиски Украшенные Скромной Резьбой Увенчанные Замысловатыми Башенками Четырехгранного Типа. Скрипнула Заржавленная Калитка. Аделаида Шагнула Внутри Фамильных Захоронений. Возле Лежащей В земле Массивной Белой Плиты Нереида Остановилась. Я тут же Подумал, Что по всей Вероятности Эта плита И должна Послужить Для нее Пьесталом. Как хорошо, Что я Зрыл И это Тебе На прощание. Шагнув На Голгофу, Аделина Взмахнула Рукой И тот Час Закружилась В удивительном Танце. Переступая Босыми Ногами По холодному Камню, Она То чуточку Приседала, То делала Элегантные Пируэты, Не забывая При этом Плавные Пасы руками. Ее Платье В стиле Ампир, Скрепленное На левом Плече Лишь Застежкой, Приподнималось И разлеталась По сторонам В такт Ее Соблазнительным Поворотом. В какой-то Момент Она Расстегнулась И тончайшая Ткань Пала С ее Мраморных Плеч. И, Право Слово, Обнаженная Она Выглядела Еще Прекраснее, Чем В Удеянии. Но Адели Не думала Прерывать Волшебные Действия. Не стесняясь Своей Наготы, Она Кружилась И улыбалась При этом Посылая Воздушные Почему-то Налились Бронзовой Тяжестью. Я не мог Даже Вздохнуть. Я не мог Сделать И шага. А она Продолжала Свой танец. О, Господи, Она Вся Светилась. Светилась Будто Изнутри. Светилась Тем Мягким Внутренним Светом, Какой Излучают Луна Или Звезды. Да Что Там Планеты? Такое Сияние Излучает Сам Господь Бог. Свет, Исходящий От статуи, Заставил Меня Прикрыть На мгновение Очи. Шкатулка Упала На землю, Перевернувшись, Раскрылась. Драгоценности Посыпались Из нее Бессмысленной Мишурой. Нет, Мелькнула В моем Воспаленном Мозгу. Зачем Мне сокровище? Ведь только Ради этого Счастливого Свободного Танца, Воплощенной Не побоюсь Этого слова Богини, Мне все-таки Стоило Родиться На свет И стать Скульптором И убить Не совсем Хорошего Человека. И пусть Он Был Не один, Пусть Бы Их Была Целая Сотня. И в тот Момент, Когда я Готов Был сорваться И броситься В объятия Прекраснейшей Минфы, Я прошептал Галатея. Аделаида Стояла На педестаре, Замерев В самой Естественной Позе. В той Позе, В какой Я вырезал Ее Из блесняжного Мрамора. В легкой Туники Завышенной Талией И счастливой Улыбкой. Наконец-то Свободно Кричали Ее Выразительные Глаза. Я Опустился На холодную Землю. Излежащие Поодаль Шкатулки Поблескивали Иллюзорным Сиянием Жемчужиной Ожерелья. Я Приложил Руку Куруди. Тонкая Золотая Цепочка Коснулась Моих Мозолистых Пальцев. В пять Утра Грязный Ободранный Я Примчался На станцию. На рельсах Похотел Белесыми Строями Пара Пассажирский Состав. Куда Он Направлялся Мне Было Решительно Все Равно. Редактор субтитров